В центре внимания автобусы, трамвай, троллейбусы и метро. Ежедневно межведомственная комиссия, состоящая из сотрудников полиции, Департамента транспорта и представителей городских перевозчиков, проверяет, как самарцы соблюдают масочный режим. Всего в неделю таких рейдов проходит порядка 80. Работа не прекращается ни на день. С недавнего времени проверки усилили. Забота о здоровье жителей города в приоритете. Специалисты говорят, особенно важно соблюдать ограничительные меры после появления в Самаре нового штамма коронавируса – омикрона. Пока на уровне правительства Самарской области эта мера не будет отменена, мы также будем ходить на проверки, также указывать пассажирам на необходимость использования масок, ношения их и сохранения на лице до конца поездки. И также будем проводить проверки с сотрудниками полиции. Заботятся о здоровье самарцев и перевозчики. Мойка и дезинфекция на транспортных предприятиях стали ежедневными ритуалами перед выходом на линию. Регулярно проводится инструктаж для персонала, водителей и кондукторов. Им тоже рассказывают о необходимости носить маску и выдают личные комплекты. Кроме того, в салонах автобусов работают специальные контрольно-ревизионные службы, которые также проверяют соблюдение масочного режима. Наша служба КРО, которая выходит в ежедневном режиме на проверку, они проверяют безбилетных пассажиров, наличие масок, экипировку, также считают пассажиропоток. Мы им выдаем с собой дополнительное количество защитных средств, чтобы в случае, если пассажир без маски и забыл ее, поделиться с ним и позаботиться о его здоровье. За прошедшую неделю в ходе рейда в сотрудники полиции составили 52 административных протокола. С начала 2022 года оформили 111 материалов. А с осени 2020 года, когда к проверкам подключилась полиция, в суды направлено уже 1090 протоколов. Специалисты напоминают, штраф за несоблюдение масочного режима в транспорте доходит до 30 тысяч рублей только при первичном нарушении, а при повторном – до 50 тысяч. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.